Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, приемы и решенье без. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня пятница, 19 июля, и Церковь в этот день предлагает нам к нашему назиданию, для нашего внимательного рассмотрения отрывок из послания апостола Павла Кремлина, глава 16, первые 16 стихов. И вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. Представляю вам Фиву, сестру нашу, деканиссу церкви Кенхрейской. Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогайте ей. В чем она будет иметь нужду у вас? Ибо она была помощницей многим и мне самому. Приветствуйте Прискиллу и Акиллу, сотрудников моих во Христе Иисусе, которые голову свою полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников и домашних церков. Приветствуйте возлюбленного моего Эпенета, который есть начаток Ахая для Христа. Приветствуйте Мариам, которая много трудилась для нас. Приветствуйте Андроника и Июнию, сродников моих и узников со мною, прославившихся между апостолами и прежде меня еще уверовавших во Христа. Приветствуйте Амплия, возлюбленного мне в Господе. Приветствуйте Урбана, сотрудника нашего во Христе, Истахия, возлюбленного мне. Приветствуйте Апеллеса, испытанного во Христе. Приветствуйте верных из дома Арестовулова. Приветствуйте Иродиона, сродника моего. Приветствуйте из домашних Наркиса, тех, которые в Господе. Приветствуйте Трифену и Трифосу, трудящихся о Господе. Приветствуйте Персиду, возлюбленную, которая много потрудилась о Господе. Приветствуйте Руфа, избранного в Господе, и матерь его, и мою. Приветствуйте Асинкрита, Флегонта, Ерма, Патрова, Ермия и других с ними братьев. Приветствуйте Филолога и Июлю, Нерея и сестру его, и Алипмана, и всех с ними святых. Приветствуйте друг друга с целованием святым. Приветствуют вас все церкви Христовы. Итак, дорогие братья и сестры, сегодня очень необычное у нас чтение все того же послания апостола Павла к римлянам. Здесь мы можем условно, ну и фактически поделить данный отрывок на две неравные части, на два стиха и оставшиеся 14 стихов. Два первых стиха — это рекомендация, а остальные стихи — это приветствие верующим. Вот в этом приветствии как раз-таки вскрывается историчность. Историчность личностей, которая упоминается в том или ином отрывке священного писания, например, Акилла и Прескилла, но о них поговорим чуть-чуть позже. Сначала обратим внимание на рекомендацию Фивы. И сегодня мы знаем, что такое рекомендательные письма, и мы часто рекомендуем кого-то, кому-то, допустим, если нужно выполнить какую-то качественную работу, и мы знаем такого специалиста, мы рекомендуем этого человека своим друзьям, сродникам или по работе. Также и для общения, и для церкви. Конечно, всякая церковь, всякая община должна принимать всех людей, быть страноприимницей. Но так было, к сожалению, не всегда, и мы люди немощные порой. И сегодняшний отрывок как раз-таки и говорит о том, что апостол Павел пишет вот такое рекомендательное письмо. Представляю вам Фиву, сестру нашу, деканису церкви Кенхрейской. Деканисы – это некое служение. Как сегодня, по сей день, женщины выполняют в церкви очень важную функцию. Мы знаем, что большинство штатных сотрудников храма повседневных, которые присутствуют в храме – это женщины. И на них, конечно же, возложена большая ответственность и большое служение, послушание. Но в целом, в церковном служении и священнослужении, конечно же, официально нигде это служение не зафиксировано. Хотя женщины всегда несли большую роль, играли большую роль для храма, для богослужения. И мы знаем, что деканисы в определенный период истории церкви Христовой были просто жизненно необходимы. Когда в традиционном обществе, мы знаем, было деление на две половины дома, одна мужская, другая женская, куда не мог входить мужчина, кроме мужа главы семейства. И, ну, нужно было принести причастие, преподать причастие христианке, то тогда деканиса приносила это причастие и причащала, соответственно, христианку. Так вот, такой вот деканисой была Фива. «Примите ее для Господа», – обращается апостол Павел, – «как прилично святым, и помогайте ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо и она была помощницей у многим и мне самому». И далее идет большой список имен, в котором, опять же-таки, выделяется много имен женщин. Шесть женских имен мы видим, и это свидетельствует о большом уважении апостола Павла к женщинам и той роли, которую они играли, и того пиететок, с каким апостол Павел обращается к ним. Также мы здесь встречаемся с различными многими именами, которые либо упоминаются, либо не упоминаются далее в Священном Писании. Но, конечно же, самые знаменитые и легко узнаваемые – это Акила и Прескила. Это иудеи из диаспоры, то есть не из Палестины, не из Святой Земли, а уже живущие за пределами Палестины, на территории язычников. И Акила и Прескила, они были, когда император Клавдий издал указ об изгнании иудеев из Рима, они были выгнаны оттуда и поселились в Каринфе, где, собственно, проповедовал свое Слово Божие и апостол Павел, и затем вместе с ним, мы знаем, они перебираются и в Эфес. Потом, когда повеление Клавдия теряет свою силу, и уже это повеление не исполняется об изгнании иудеев, они возвращаются в Рим и продолжают вести свои дела. Скорее всего, они занимались производством палаток, чем занимался, собственно, и апостол Павел. И он у них часто останавливался, они ему часто помогали и выполняли очень большую, важную, связующую роль между общинами и их жилища в Риме, где бы они вообще ни пребывали. Это всегда было пристанищем христиан, местом собраний. Вероятно, они были довольно-таки зажиточные, а мы знаем, что в первые века христиане собирались в домах зажиточных христиан, и именно там устраивались богослужения в центральной части дома, либо же на территории, как мы бы сегодня назвали, кухонь, таких кухонь-гостиниц, гостиниц. И там собирались и люди и совершали богослужения, первые христиане. И вот таким образом Акилла и Прескилла нам очень знакомы. И они, в свою очередь, самый яркий эпизод с ними, из книги «Деяния святых апостолов» — это когда они наставляют Аполлоса в вере. Когда он, наученный о Христе, но еще без полноты знаний о нем, они восполняют этот пробел. То есть мы видим, что они еще занимаются не только такой административной деятельностью, но еще и благовествуют. И у них это, надо сказать, получается довольно хорошо, потому что мы знаем, что Аполлос выполнял тоже такое апостольское служение, и не без помощи Акилы и Прескилы это было Аполлосом совершаемо. В конце очень важные слова. «Приветствую вас лапзанием святым». По сей день этот, скажем так, благочестивый обряд сохранился в православии и утвердился в богослужении. Во время богослужения священники несколько раз за богослужение приветствуют друг друга целованием в ланиты, то есть в щеки, тем самым выражая свое единство веры, выражая свое доверие, единство веры во Христе. И также за богослужением раньше происходило и с прихожанами. Люди тоже приветствовали друг друга целованием. И когда встречаются сейчас христиане, они тоже приветствуют друг друга целованием. И это очень важно, это показывает степень доверия, степень открытости нашего, нашей открытости друг к другу. И тем более, что это даже более стало неким литургическим символом, то есть богослужебным. И это не зазорно, приветствовать друг друга. К этому призывает и апостол Павел именно таким способом. А в нашей русской, устоявшейся русской православной традиции, это даже вошло в такую народную традицию приветствовать друг друга треекратным целованием. Итак, дорогие братья и сестры, будем молиться. И помните о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем Священное Писание, Бог с Его страницы обращается к нам. Всем радости, воскрешим Господи и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова